У нас в студии Елена Панкова, нейропсихолог. Елена, здравствуйте. Сегодня говорим о стрессе. Ну, понятно, что у нас сейчас такой фон, да, фон событий, фон переживаний. И даже если у каждого конкретного человека вроде бы как всё так неплохо и нормально в жизни, наверное, то, что происходит вовне, не может не отражаться. Вообще, что такое стресс? Стресс – это физиологическая реакция организма на какое-то внешнее воздействие, либо на эмоциональные следы какого-то внешнего воздействия. И это хорошая, на самом деле, хорошая, нужная реакция, необходимая для выживания. Поэтому стресс зря ругают, он нам нужен. И когда он краткосрочный, он никакого вреда не наносит, наоборот, он нам очень нужен. Очень нужен, да? Мы в стрессе начинаем как-то себя вести, что-то делать. А в каких же ситуациях, когда стресс становится разрушительным, опасным и приводит к проблемам со здоровьем, к психическому нездоровью? Вот это что за моменты такие? У нас есть три стадии стресса. Первая стадия – это стадия мобилизации, когда организм увидел опасность или считал какую-то тревожную информацию, включается, мы с вами уже знаем, наша древняя система, которая автоматически реагирует на любое такое раздражение. И она включает необходимые нам механизмы, то есть происходит такая мобилизация организма. Вторая стадия – это непосредственно проработка этой стрессовой реакции, когда нужно там драться, бежать, там замирать. То есть человек как-то что-то делает, должен быть стресс как-то проработан. Поэтому самая худшая реакция считается замирание, потому что стресс не очень прорабатывается. В этот момент у нас как раз вырабатываются гормоны, кровь приливает. То есть сил на действие у нас хватает? Сил хватает, и как раз здесь повышается наша стрессоустойчивость. Вот в этом, когда мы тренируем вот этот момент, она повышается, она у нас такая хорошая становится. Но потом наступает третья стадия. Когда это продолжается слишком долго, когда ситуация слишком длительная, или когда неопределенность слишком большая для человека, тяжелая, начинается дистресс. Это как раз тот момент, когда начинает сыпаться иммунная система, начинаются проблемы со здоровьем. Люди жалуются на бессонницу, нарушение сна, нарушение памяти, внимания. То есть тут может быть масса просто проявлений на всех трех уровнях. На психофизиологическом, на эмоциональном и на поведенческом. То есть во всех сферах жизни человека начинает проявляться дистресс. Дистресс. То есть это вот как раз то, что опасно получается так. А вот вы сказали про замирание, про то, что это самая такая, не самая лучшая реакция, скажем так, возьмем это слово в кавычки. А вот как отличить замирание от того, что просто человек, ну, что человеку просто нужно время, да? Вот мы же не всегда можем сразу действовать. И иногда правда нужно осмотреться, оглядеться, взять паузу, остановиться, вообще посмотреть, проанализировать. Это не замирание? Это не замирание, потому что в этот момент продолжают происходить процессы анализа, происходящей ситуации и поиск, судорожный поиск выходов. А замирание? И тогда чего оно опасно? Когда ничего не происходит, то человек просто впадает в ступор и никак не реагирует. А наши все физиологические реакции нацелены на то, чтобы что-то сделать физически, на физическом уровне. Почему говорят, что при стрессе полезны физические нагрузки? Ходить, бегать, гулять, спорт, там, танцы. Потому что нужно пережигать вот это вот то, что в организме происходит. Нужно избавляться от этих физиологических проявлений. А когда они там копятся-копятся, значит, они могут привести к не очень хорошему результату, к проблемам со здоровьем. Замирание мы можем как-то справиться? Или здесь вот как с этим быть? Как-то не хочется это оставлять в подвешенном состоянии? Давайте пару слов про это скажем. Можно, давайте пару слов. Вообще эти реакции зависят от темперамента и от воспитания. То есть если нас девочек учат с детства, нельзя, не злись, там, не дерись. Вот это может привести к выработке такой реакции, как замирание. То есть мне нельзя как-то реагировать. Поэтому можно пытаться проработать самому. Можно походить к психологу, то есть найти причину, почему эта реакция стала для вас основной. И если с ней поработать, могут включаться другие механизмы, которые более адаптивны. То есть правильно я понимаю, что для нашего здоровья, как физического, так и психического, важно все-таки наши эмоции выражать и каким-то образом их проживать, выносить. Позволять. Не оставлять их внутри. Это уже другой вопрос, как с ними обходиться. Но то, что их не оставлять внутри, не подавлять, это, наверное, первый шаг к психическому здоровью. Это важно, да. Но только, знаете как, чтобы они не выплескивались на близких и окружающих, то есть проживать, это не значит на кого-то их вываливать. Это другое уже. Да, я сказала, что часто мы путаем само чувство, само переживание и способ, как мы с ним обходимся. И если, конечно, говорить, что там злиться нельзя, чаще всего, наверное, наши родители и воспитатели, учителя имели в виду, что, наверное, некрасиво, когда мы на кого-то кричим или на кого-то нападаем, что-то пытаемся делать. Но само-то чувство, само по себе-то, оно же ни в чем не виноваты, если мы испытываем его. То есть, конечно, очень важный момент, который стоит вот так вот попытаться развести. Елена, вот такой момент. Если вообще вот какой-то случился, вообще стресс, это вызывает какое-то событие, да? Или не всегда? Не всегда. Стресс вызывает реакция на события. То есть, важно не событие. Кто-то порадуется этому событию, допустим, одному и тому же. А кто-то впадет в переживание, в горе, в страдания, в какие-то злости. То есть, важна наша реакция. Почему мы всегда говорим? Важны эмоции. И вот осознание этой эмоции, что я сейчас что? Я сейчас обижен, я злюсь, у меня горе, мне страшно. Понять эту эмоцию, это уже первый шаг к тому, чтобы ее позволить себе прожить, как-то внутренне понять, прожить, и потом что-то делать с ней дальше, продолжать жить. А как понять, что стресс нас разрушает? Как понять, что не справляемся? Ну, чаще всего это когда, пока здоровье не стукнет, знаете, все... Это начинается физическое нездоровье. Конечно, на уровне тела. Потому что наше тело не может бесконечно работать в авральном режиме. Это авральный режим, он не должен быть постоянным. Это вообще вот такое, быстренько вот сделать. Поборолись там, побегали, все. А потом выходим в нормальный жизненный свой темп. Когда человек долго находится, ну просто, конечно, тело не справляется. Поэтому в первую очередь всегда мы говорим забота о теле, обращать внимание. Знаете, просто вот прям останавливается себя, останавливать свои вот эти привычные, крутящиеся мысли. А я сейчас как? Что сейчас чувствую? Может, у меня голова болит? Может, у меня зажим где-то? Знаете, вот когда стресс часто на каком-то... Да, вы сжимаемся. Мы чувствуем прям вот это тело, плечи, допустим, у кого-то в горле ком стоит, у кого-то здесь. То есть почувствовать, просканировать, почувствовать, а где у меня сейчас? Может, мне где-то плохо, может быть? Потому что люди не замечают просто этого. Мне кажется, что не замечают. И, знаете, есть какое-то недоверие. Потому что кажется, что, ну вот, вернуться в тело, с одной стороны, это сложно, а с другой стороны, это просто, да? Ну вот, правда, сесть, сосредоточиться на себе, понять, где там, где у меня ком там или где у меня зажим. И вот я думаю, что некоторые наши зрители скажут, и что? И если я этот ком обнаружу и как-то растворю, неужели мне станет легче? Я думаю, что легче-то станет. Легче станет, конечно, потому что мы не можем выключить, допустим, сразу эти мысли, эту грусть, эту печаль. То есть эмоцию мы не можем выключить быстро. А на уровне тела мы можем себе помочь быстро как-то. Да, прожить эту эмоцию. И очень важно замечать, потому что, знаете, приходят люди на консультации, у которых уже все плохо со здоровьем, но они отказываются это понимать. И говорят, у меня все хорошо. Говоришь, ну, давайте обсудим, что у вас происходит. Там просто очень много чего происходит. А человек отказывает себе в ощущении своих эмоций, в ощущениях, он отказывается слышать сигналы своего тела, который кричит просто, эй, давай что-нибудь там, спаси меня, помоги мне, мне тут плохо, там, к врачу сходи, не знаю, спортом займись, там, побегай сходи. И отказ слышать себя, свои эмоции, свое тело, в том числе, значительно приводит к худшим зачастую результатам, которых можно было бы избежать, если бы вовремя отследить вот этот момент, понять и хотя бы научиться расслабляться, расслаблять вот свое тело, ощущать свою эмоцию и разрешать себе эту эмоцию. Я вот думаю, и вот еще о чем. Мне кажется, что, когда мы говорим стрессоустойчивость, я думаю, что за этим может стоять не совсем верное понимание. Вот, наверное, некоторым людям кажется, что стрессоустойчивость – это человек, которого ничего не волнует. Вот там хоть что будет происходить, да, там, гром и молния, а стрессоустойчивый человек будет сидеть и ни на что не реагировать. Либо он будет такой железобетонный, что тоже не будет ни на что реагировать. Все-таки, наверное, стрессоустойчивость – это что-то другое, да? Это как раз про то, чтобы уметь адекватно и правильно реагировать на любую ситуацию. И на горе, и на радость, и на восторг, и на гнев. То есть, получается, быть как-то с этим в контакте, обращаться с этим, да, уметь? То есть стрессоустойчивость – это все-таки не железобетонность, не внушение себе «у меня все хорошо, когда все летит вокруг», да? А все-таки, наверное, это умение с этим как-то обращаться. Умение, да, себя в какой-то момент пожалеть себя, принять, обнять себя, понимаете, даже так. Или обратиться к кому-то за помощью – это тоже стрессоустойчивость. Когда ты понимаешь, ты можешь, конечно, до упора убеждать себя, я сильный, я могу, я справлюсь, но при этом сыпаться, рассыпаться. А можно позволить себе, разрешить себе обратиться за помощью. То есть получается, что, да, стрессоустойчивость – это не железобетонность, это скорее, наверное, какая-то гибкость и мягкость больше, да? Если мы говорим о переживаниях, об эмоциях, и вот это очень важное замечание, важное качество, потому что, ну, вот есть даже такая поговорка, по-моему, ее приписывают кому-то из восточных мудрецов, что твердая ломается, а гибкая живет и… Гнется. Гнется, гибкая гнется, да, и поэтому она живет и более жизнеспособна, потому что есть варианты, куда согнуться и как действительно отреагировать. Ирина, большое спасибо, мне кажется, очень такие ценные, вроде бы мы не давали конкретных советов, но я думаю, что наш разговор может стать, правда, очень ценным советом. Реагировать, не просто реагировать на что-то, а прежде всего замечать свои реакции, ну и уже потом как-то с ними учиться обращаться. Судьи у нас была Елена Панкова, нейропсихолог, мы говорили о стрессе.